Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галена Конышева. Сегодня, опять-таки, получается мне очередное видео по расследованию невыясненных обстоятельств гибели Юрия Шатунова. И на сей раз я благодарю канал Звездопад, потому что именно она нашла то, что называется мотив. Потому что все спрашивают, ну какой мотив? Какой мотив? Это же курица, которая несла золотые яйца. Но вот я писала, что Юра не захотела быть курицей, по всей видимости, которая несет бесконечно каким-то упырям, паразитам, которые на ней сидят всю жизнь. Эти золотые яйца решила стать самостоятельной единицей. Либо еще что-то произошло, и люди спрашивают, а какой мотив? Ну вот один из вариантов того, что может быть мотив. Хотя все, что в этом фильме сказано, это всего лишь мои фантазии, не подтвержденные пока еще ничем. Пока это только предположения, фантазия, и может быть я вообще не права, может быть я вообще ошибаюсь. Тогда, ну тогда будут какие-то другие версии. Пока я считаю, на данный момент это очень интересная информация, которую предоставил канал Звездопад. Давайте посмотрим, что там у нас появилось. Все чудесатие и чудесатие. Я благодарю моих подписчиков, которые прислали мне ссылку на канал Звездопад. Я его смотрю периодически, но я не видела этого видео. Здесь просто открытие. Вот ИП Кудряшов, кто это, совпадение или нет, почему Кудряшов ведет в соцсети Юры. В этом фильме вы уже наверняка посмотрели. Звездопад здесь, и люди нашли, что есть некий предприниматель ИП, полный тезка директора Шутунова. Это Кудряшов Аркадий Владимирович, который зарегистрировал ИП через несколько дней после смерти Юры, и все там связано с музыкой. Это просто бомба, я так думаю. Но, по крайней мере, для Следственного комитета, когда все-таки соберется группа общественная, общественного контроля, из фанатов найдутся люди устойчивые, с устойчивой психикой, которые не хочется оставить душу Юры в покое, которые знают, что душа Юры в покое. А вот кто-то очень беспокоится за тех, которые имеют отношение к, я говорю, уклончиво, естественно, уклончиво. Надо понимать, сквозь строки имеют отношение к гибели Юры Шутунова. Они переживают, поэтому они хотят, чтобы все это прекратилось, никто ничего не копал. Но как не копать, когда оно само? Вот оно само лезет просто изо всех, что называется, щелей. И это просто бомбическая информация. Я решила тоже проверить своим путем, но напрямую сейчас на сайте он работает. На сайте налоговая инспекция ведутся работы технические. Там не проверить, не проверить. Да, вот технологические, технические работы на сегодняшний момент. Но я решила пойти другим путем. Я решила поискать ИП Шутунова. Вот я нашла ИП Шутунова. Юрий Васильевич ликвидирован. Было установлено 16 июля 2012 года, поставлено на учет. Вот его ИП. Если мы в поисковике посмотрим, то везде будет этот номер индивидуального предпринимателя. Именно его. Вот он. Все это можно будет проверить. Ну, значит, что здесь есть? Оно ликвидировано в связи с чем? В связи с чем? В связи. Вот 23 июня причина индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью. Выписка из ЕГ РЭИП. Исключен, исключен, рассмотрен, исключен. Так. И вот здесь вот что есть? Последнее изменение. Здесь есть 25.06 статус ИП изменил с действующей на ликвидирован. Здесь есть информация о судах. Посмотрите. 28.01.2022 года, 1 января, завершено рассмотрение судебного дела. Это самое последнее. Как интересно. 28 января. А последующих дел здесь нет. Тоже большой вопрос. Значит, здесь надо искать, что там было с судами. С последним судом, который проходил в июне. Прямо вот незадолго до гибели. Потому что здесь информация только о суде, где он выступал в роли истца. Вот еще у него в роли истца дело было. Вот еще. Еще. Вот это его суды. Можно будет посмотреть, что здесь происходило. Что здесь происходило. Поискать на судебных сайтах. Кто знает, кто юристы. Здесь 4 дела на сумму 905 тысяч рублей было. Рассматривается сейчас всего на миллион третьего лица. Или как тут непонятно. Арбитраж. У него шли суды. Так, что здесь. Виды деятельности. Деятельность в области исполнительских искусств. 90.01. Дополнительные виды деятельности не указаны. Связанных с ИП Шатунов Юрия Васильевича организации или индивидуальных предпринимателей не выявлено. То есть он не был каким-то там прям таким бизнесменом. Что-то еще параллельно делал. Но в данный момент у него только один вид деятельности. Это его выступление. Все по чесноку. Все по чесноку. Сведения об участии ИП Шатунов Юрий Васильевич в госзакупках в качестве поставщика отсутствуют. Что здесь еще? Все дела подробно. Что-то завершено. Что-то рассматривается. Где он истец? Где он ответчик? Что-то завершено. Это все закрытая информация. Что-то рассматривается. Третье лицо. То есть они еще продолжаются. Суды. Так, а вот здесь вот интересно. Статус индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью 25 июня 2022 года. Значит, кто-то подал информацию. Только 25. Я пока не понимаю, почему такое расхождение по цифрам. Он умер 23. Ведь деятельности тоже самые. В области исполнительских искусств. Товарный знак «Седая ночь» Юрий Шатунов. Его товарный знак. Где он был заявителем в судах? Три арбитражки у него было. Истец. Так, больше здесь ничего не видно. На другом сайте статус ИП пока действующий. Но здесь, может быть, они не обновили информацию. Вот статус «Компания действующая». Можно сказать платную выписку. То есть все можно проверить. Кудряшова Аркадия Владимировича. Ну, проверить этого полного тюзку директора. Может быть, это не он. Вот он появился в Сочи. Вот он, вот он. Владимирович, который нас интересует... Так, а Евгеньевич, нет. Нас интересует Владимирович. Вот он. Вот три у него. Проверим. Опа. 4 июля 2022 года. Дата поставки на учет. Индивидуальный предприниматель. В Сочи он поставил на учет 4 июля. Через несколько дней после смерти Юрия Шатунова. Что здесь еще? Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений. Ну, давайте вместе смотреть. Я это вижу первый раз вместе с вами. Вот он, ИП Кудряшов Аркадий Владимирович. Все в открытом доступе. Каждый может набрать вот так вот ИП Кудряшов Аркадий Владимирович. И вам выйдет целая страница. Вот такая вот страница. И там есть... Вот три позиция верхних. А вот нет, вот еще есть. Так что есть, что проверить. Всем, кто хочет это проверить. Так, смотрим, что значит у нас. На канале Звездопад это все сказали. Только там показали другую форму. Но поскольку она сейчас недоступна, вот она недоступна, поэтому мы на других сайтах можем всегда все проверить. Это, кстати, всегда можно проверить. Для вас, если вы в ком-то не уверены, вы можете запросить эту информацию. Вот теперь эта информация, она никуда ведь не денется. Ее не сотрешь, ее не затрешь, ее никуда, никуда не денешь. Теперь она здесь будет висеть вечно. Ну и вот, допустим, это у нас полный тезка, который зарегистрировал деятельность в области звукозаписи, издания, музыкальных произведений. Ну, может быть, еще один музыкант такой нашелся в городе Сочи. Вот такое совпадение. А если нет, если, вот как мы предполагаем, что это может быть и есть тот самый директор Юрия Шатунова, то после его смерти, если он заполучил доступ ко всем его сайтам, а он их заполучил, потому что была информация в СМИ, что теперь там директор рулит, и доказательства того, что он чистит комментарии, и даже чат самого Юры Шатунова, то есть прижизненный чат, что он убрал, люди жаловались, его фанаты, то, да, и то, что он рылся в телефоне, вот в том самом видео, что он чего-то, люди говорят, что это он рылся в телефоне Юрия Шатунова, вот такая есть версия, может быть такое, то тогда это мотив, тогда он может заполучить творческое наследие Юры вот так вот запросто, потому что у него все в руках, у него все документы, у него наверняка была доверенность от Юры на проведение концертов каких-то дел, наверняка, какой-то договор у них должен был быть, ну и дальше он просто все это берет в свои руки, но я предполагаю, естественно, как это могло бы быть, как это могло бы быть, вот при наличии вот такой вдруг этой информации, появления какого-то ИП полного тезки директора Юры Шатунова, который тоже в Сочи, который тоже музыкальной деятельностью занимается, ну а доступ к его песням, Юра Шатунова говорил, что у него 200 неизданных песен, я прошу запомнить фанатов, просто чтобы это наследие творческое одного человека не пришло вот этим упырям, это же, представляете, ну взять, как вообще с этим они живут, ну спокойно, видимо, живут, они готовились, у Гоши клавишника, так это просто печалька, он с ним записывал, у Гоши, кстати, могли быть все записи, потому что у музыкантов, у звукорежиссеров, у аранжировщиков, который работает с исполнителем, с автором, у него есть все треки, если Юра ему показывал, если Юра ему наигрывал, то у него есть все эти треки, если это все было еще в Москве, а Юра был в Москве полгода, они не позволили ему, почему-то по каким-то причинам он не был в Германии, хотя он сделал прививку, он мог выехать туда, но по каким-то причинам он полгода не был дома, значит все файлы музыкальные у него должны были быть здесь, в Москве. Кто к этому имел доступ? Те, кто был с ним последний день. Те, у кого есть доверенность, те, у кого есть выход на его сайты, на его чаты, в его телефон. Вот кто это может быть? Я могу только догадываться. Что вы думаете? Напишите в своих комментариях. Я думаю, пора уже достаточно интересных новостей у нас на сегодняшний момент, чтобы еще раз обратиться в Следственный комитет, только уже группы, общественные группы от фанатов, для того, чтобы прояснить все вот эти нюансы, чтобы людям объяснили, а что это такое, это что за такие совпадения. Потому что даже страшно поверить, неужели сам директор, как вот говорят, да какой у него мотив? Ну, если это он, то вот он вам мотив. Ну, если, конечно, это он. Хотя трудно в это поверить, как говорят, но он же, он с ним 30 лет был, люди пишут. Он же 30 лет, он как папа, как мама ему был. Они даже там вместе жили, где-то в Сочи, у них там, говорят, дом был один на двоих. Кстати, говорят, что да, дом там еще один на двоих, и Юра хотел сюда семью перевезти, там с недвижимостью будут интересные вещи происходить, которые вдруг окажутся тоже вот на вот этом полном тезьке. Вдруг недвижимость от Юры Шатунова перейдет по кадастру, вдруг перейдет на вот этого полного тезку директора. Как мы понимаем, такое тоже может быть. Но я очень сильно сомневаюсь, потому что это же надо быть таким крокодилом, получается. Сидел, выжидал, такой хищник. Сидел, выжидал, ждал удобного момента, чтобы взять и придушить, и завладеть всем имуществом. Но быть такого не может. Как после этого ему жить, ему есть, спать, нормально что ли? Ну, может быть, у крокодилов, у них пищеварение нормально, они жестяную банку могут на лету схватить, переварить, и даже не заметят. Может быть. Ну, тогда, конечно, как Юра выдерживала все это давление вот таких вот рептилий, вот таких хищников, кто его окружал, это просто киплинг, получается. Самый настоящий маугли. Кто его окружал? Это какой-то зоопарк такой, хищников. Юра Шатунов очень сильный человек, оказывается. Потому что, ну, трудно поверить. Я не знаю, что вы скажете, по этому поводу. Но, я думаю, что сам директор, вот который Кудряшов Аркадий, ну, он вряд ли на это способен, правильно? Он же не может так поступить с Юрой Шатуновым. Наверняка это не он. Вот будем надеяться, что это просто какое-то случайное, нелепое совпадение, что еще есть один такой же Кудряшов. Надо там, может быть, у него другой год рождения какой-то, может быть, еще что-то у него там другое. Может быть, это, ну, просто так совпало. Еще там один оказался, вот такой вот, Кудряшов Аркадий Владимирович, тоже в Сочи, тоже вот с музыкальными, с музыкальной деятельностью связан, с исполнительскими искусствами, он как-то так связан. Вот так вот оказалось. Потому что это просто настолько вопиюще, что не укладывается в голове. Что вы думаете, дорогие зрители? Напишите в комментариях. С вами была Галина Конышева. До свидания. Огромная благодарность каналу Звездопад за такую просто вот, за такую интересную новость. Спасибо.